Друзья, всех приветствую на своем канале. Меня зовут Настя Лосева. Сегодня я хочу рассказать вам, как я кормлю свою семью с огорода, при том, что огород у меня небольшой, вернее, и как я собираю три урожая за сезон. Поделюсь всеми механизмами, которые помогают мне уменьшить мою работу. Ну, поскольку вы знаете, что я отношу себя, так сказать, к ленивому огороднику, то есть я не люблю лишний раз пропалывать, поливать. И вообще мы любим отдыхать на море, поскольку живем во Владивостоке. Немножко расскажу о климате и о тех урожаях, которые я собираю. Свой вот этот выпуск я буду вести из теплицы, поскольку у нас сегодня 19 октября, на улице очень ветрено, хотя и тепло. А в теплице прям жарко, если честно. Но ничего, постараюсь рассказать быстренько, одним дублем. Я буду сопровождать это видео картинками, фотографиями из нашего личного семейного архива, тех урожаев, которые мы собирали в этом году, в прошлом году, в позапрошлом году. Расскажу обязательно, что мы выращиваем. Ну и буду рада, как всегда, ответить на ваши вопросы, если они возникнут. Итак, хочу рассказать вам. Начнем с того, что живу я в городе Владивостоке. Это Приморский край, Дальний Восток. О особенностях климата сейчас пару слов тоже скажу. При этом огородом я занимаюсь уже 8 лет. Вот этой теплице у нас 6 лет. Вот закончился 6 год, как мы ее ставили. И небольшой огород 6 на 10 метров, который состоит из 10 грядок, размером 80 сантиметров на 4 метра. О моем огороде у меня есть подробный выпуск. Ссылочку вы сейчас увидите в углу. И оставлю внизу в описании под этим видео. Обязательно туда заглядывайте. Если вас интересует эта тема. Итак, хочу сказать честно, не утаивая ничего, что в летний период, даже вру, вот сейчас соврала, не в летний период, в апреле месяце мы начинаем собирать первый урожай зелени, который сею вот здесь в теплице. Сейчас тоже об этом расскажу. И считайте, вот сейчас у нас середина октября, уже перевалила за вторую часть октября. Мы собираем, у меня посеянные салаты, редиска, руккола, лук-порей на грядке сохраняется. Ну и вот убирала теплицу, тоже об этом есть выпуск, ссылочка будет вот здесь. Собрала еще перцы, среди них были и спелые, и не спелые, и все рассказала, что о них, что с ними нужно сделать. Итак, давайте начнем по порядку. Теплица. Конечно, первый урожай мы начинаем собирать в теплице. И первый урожай у меня начинается в середине апреля. Мы приезжаем в эту теплицу, дача у нас летняя, мы приезжаем где-то 1, 2, 3 марта, когда мужу моего день рождения, 3 марта, мы так отмечаемся, так скажем. И поливаем теплицу. Вот сейчас она еще не закрыта темным укрымным, черным укрымным материалом. Я обязательно еще раз ее пролью. Сейчас мы занимаемся влагозарядным поливом кустов и деревьев, муж переносит туда-сюда, чтобы они поливались. Потом еще раз полью теплицу, закрою укрымным материалом, и все, так она у меня будет зимовать. 1, 2 или 3 марта мы приезжаем сюда по возможности, ну, естественно, как бывает снег, со снегом, с ледяными дождями и так далее. Но обычно, как правило, у нас вот предыдущие несколько лет не было вообще снега, что очень печально, конечно. Вот последний год хорошо завалило снегом и долго он таял. Когда мы приезжаем на улице, естественно, еще минусовые температуры. И если есть снег, то он лежит на улице. Мне говорят, что вот во Владивостоке вам везет, у вас тепло. Нет, у нас весна обычно бывает такая же затяжная, и тепло приходит только к середине мая. Да, у нас нет возвратных заморозков. Я знаю, что они есть в центральной части России, когда и под конец мая, и в начале июня может сильно опускаться температура в минусовые туда пределы. У нас такого нет. Если у нас установилось тепло, то оно уже тепло, и возвратных заморозков, как правило, нет. Но в этом году была затяжная весна, и все бахчевые культуры, которые я посеяла в начале мая, как всегда, они у меня взошли только в начале июня, потому что вот не было такого тепла. Ну что, всем привет! У нас сегодня 2 марта, и как вы думаете, где мы? Ну, кто давно со мной на канале, уже, наверное, знает, что мы на даче. Поэтому, когда мы приезжаем в начале марта, у нас же холодно. У нас минус, бывает до минус 10, но когда вы открываете грядки, здесь грунт, верхняя часть, слой грунта, он уже растаянный, потому что греет солнце, форточки закрыты, и вот в этой атмосфере все равно верхние 10 сантиметров грунта уже не замерзшие. Ничего не замерзшие. Земля, видите, какая не замерзшая и очень рыхлая. Ну, а по поводу температуры, посмотрите, сколько сейчас при нуле градусов, больше 30 градусов возле грунта. Поэтому все, что вы посеете сейчас, обязательно взойдет, можно даже не сомневаться. Тем более, что, как вы видите, у меня поднятые грядки, это еще несомненный плюс. Если кто-то еще не сделал теплицу, но об этом мечтает, думает, делайте хотя бы немножко приподнятые грядки, они быстрее оттаивают. Итак, мы приезжаем, проливаем хорошенечко грунт и закрываем обратно черным украдным материалом. Оставляем теплицу на неделю. В 10-х числах, 9-10 числа я приезжаю и начинаю сеять. Что я сею? Сею обязательно редиску, руколу, салат, шпинат, укроп, кориандр. Напишите мне, забыла, как называется. Кинзум. Значит, у меня здесь, я показывала, вот до сих пор еще остается, мы еще соберем несколько раз урожай щавеля и чесночка такого многолетнего. Он тоже начинает очень быстро прорастать. Итак, сею и закрываю, хорошо все проливаю и закрываю белым укрывным материалом. Потому что черный не пропускает ультрафиолет, а белый уже будет пропускать и создавать определенную теплоту и атмосферу. Что? Через неделю у вас появятся всходы. При этом на улице у нас все еще минусовые температуры. Я ставлю дуги. То есть сначала я засеваю вот эту центральную грядку. Можно засеять и крайние, они более холодные и взойдут чуть позже. Можно сделать так. Я обычно просто, у меня не хватает времени. Я засеваю центральную грядку, ставлю дуги и накрываю белым укрытым материалом. То есть делаю теплицу в теплице. И таким образом у меня растет здесь первая зелень. К середине апреля мы начинаем собирать редиску. Даже если у вас написано, что она 20-дневная, все равно уйдет больше месяца на то, чтобы она здесь хорошо выросла. Ну потому что все равно намного холоднее, чем вы бы посеяли ее, например, в мае. Редиска растет великолепно. Посмотрите мои видео, я сейчас оставлю фото. Она прям как яблоки, такая крупная, сладкая. Все это мы раз в неделю где-то приезжаем, еще холодно жить в доме. Поливаем хорошенько и собираем параллельно урожай. К концу апреля вот этот весь урожай. А вот на эти боковые грядки я сею сбоку, чтобы у меня была возможность высаживать основные культуры. Это перцы, томаты и перцы, томаты, баклажаны. Я не выращиваю, но если вы выращиваете в теплице, я в теплице не выращиваю, только на улице. Значит, можно и баклажаны. К концу апреля у меня теплица засажена основными культурами. То есть где-то 23 апреля я начинаю высаживать томаты, перцы и баклажаны в грядки. А по бокам у меня продолжает расти салат и редиска, которую мы, ну, примерно до конца мая мы здесь ее едим. Потом я собираю, у меня большой тазик, я ее заготавливаю в пакеты, как храню, у меня тоже есть об этом видео. И еще целый июнь мы едим редиску вместе с первыми огурчиками, делаем окрошку, конечно же, окрошку, одно из любимых блюд моего мужа. Вот таким образом я поступаю. То есть первый урожай к концу апреля мы уже хорошо наедаемся, ну, к середине мая мы уже хорошо наедаемся. Это зелень и редиски и собираем первый урожай. Ждем второго урожая. Что такое второй урожай? Ну, вторым урожаем я называю, это урожай основных культур, огурцов, томатов, ну, и перцев. Перцы и баклажаны, естественно, будут у нас чуть позже. Что я делаю? Есть у меня еще определенные хитрости с огурцами, кабачками, потому что мне важно их не покупать, а едим их достаточно много. У меня есть много блюд из кабачков, то есть я стараюсь, чтобы у меня к гарниру, к мясным блюдам всегда были какие-то овощи, большая порция овощей. Поэтому для меня кабачки очень важны. Многие мне пишут, кстати, вот здесь держу малину, которую я собрала, еще есть красные ягодки, это ремонтантная малина, я выращиваю только такую. Ее прекрасно листики и веточки в чай сейчас класть, ну, и вот мы поели с мужем, еще вот такую вот пиалу я собрала. Значит, что по поводу кабачков и огурцов. Для раннего урожая этих культур я 1 апреля высаживаю рассаду недельного срока, то есть я высаживаю где-то 23 марта в стаканчике 2 семечка кабачков, 2 семечка огурцов. На второй и третий день они всходят и 1 апреля в этом году у меня был такой опыт, эксперимент. В прошлом году я высаживала 15 или 17 апреля в этом году, захотела пораньше, все получилось. Ссылочки тоже об этих видео все будут в описании. Высаживаю в мешки из-под грунта, которые сейчас осенью я набила с зелеными остатками. Они, эти мешки у меня стоят вот здесь в теплице и к моменту апреля, к апрелю, к 1 апреля они уже здесь оттают, погреются хорошо. И я сюда высажу рассаду огурцов, которую я укрываю бутылками, потом еще с панбондом. И эти огурчики прекрасно растут и к середине мая они дают мне первый урожай, как и кабачки. Кабачки я выращиваю вот эту рассаду в сетках из-под овощей с дырками я показывала. Два, вот у меня вот есть вот такие вот полочки, я сюда выкладываю, ну либо деревянные полки делаю, либо из шифера. И у меня здесь стоят также накрытые бутылками два растения кабачка, которые у меня к середине мая они уже с плодами. И когда наконец-то наступает тепло на улице, я просто эти ящики беру и закапываю в грядки на постоянное место жительства этих растений. Выращиваю уже несколько лет одни и те же кабачки ясмин и кавили, два растения, мне хватает вот так, чтобы сделать заготовки, угостить родителей. И есть практически каждый день кабачковую икру, кабачковые оладьи, просто салаты из кабачков, маринованные кабачки и так далее. Все эти рецепты есть у меня на канале. Просто закапываю, эти кабачки у меня до октября месяца плодоносят в грядках. Сейчас не буду заострять внимание именно на способах выращивания и на уходе. Пожалуйста, смотрите все в видео, которые были, если вам интересны результаты. Если вы хотите со мной дальше выращивать, то подписывайтесь на канал, в следующем году я буду также все это вам подробно рассказывать, будем делать все это вместе. Итак, к концу мая у меня уже есть свои кабачки, молоденькие, вкусные, хорошие, свои огурчики, еще есть редискоса, все салаты, зелень. И, конечно, уже я начинаю все сеять уже в огороде в своем, все культуры, которые мне необходимы. И вот начинаю постепенно получать основной урожай культур. Еще для того, чтобы получить ранний урожай томатов, я 2-3 растения томатов высаживаю рано, где-то на 23 февраля. И в больших трехлитровых кашпо я привожу с плодами уже их сюда в конце апреля. Все это у меня находится, кроме того, что это в теплице, еще под дугами укрывным материалом, потому что в апреле у нас еще бывают заморозки. Хочу сказать, что у меня был опыт, когда уже здесь были все всходы. У меня уже здесь стояли томаты, рассада томатов, я их всех укрыла, и они выдержали похолодание до минус 7 градусов. Опускалась температура, и все прекрасно выдержало, ничего не померзло. Естественно, что это не 3 дня у вас минус 7, да? Просто в какой-то момент весной температура может резко на час или на два упасть до такой температуры. А так, в основном, если минус 2, минус 3, ноль, вот это вот все нагревается днем и ночью потихонечку остывает. Если нет сильных перепадов, то этого тепла вполне хватает растениям. И вот получается, что с 1 июня мы уже начинаем активно собирать и помидоры. У меня есть первые, которые я посеяла в конце апреля, они мне дают первые томаты. Это, конечно, детерминантные, то есть низкорослые томаты, гибриды, которые устойчивы к похолоданиям, к болезням и так далее. Посадите их буквально 2-3 штуки. Вам на первые салаты вполне их будет достаточно. То же самое можно сделать с несколькими перцами на первый гриль, который будет. То есть, конечно, вы с ними немножко помучитесь, но высаживайте их небольшое количество, буквально 3 томата, 3 перца. Там можно 2 баклажана посадить и у вас на первый, какой конец весны, начало лета уже будут свои овощи для гриля. Конечно, обязательно сажаю ароматные травы. Все ароматные базилики, петрушки, укропы, сельдерей черешковый, сельдерей корневой. Все это постепенно высаживается на основной урожай. Свеклу, морковку сею и жду основного урожая. Мы начинаем собирать, мы едим его постоянно. То есть, прореживая морковку, вы уже получаете вот такую небольшую морковочку, которая прекрасно идет в салат, прекрасные витамины. То есть, не надо выбрасывать и прореживать морковку, когда она совсем маленькая. Дождитесь, чтобы она немножко выросла. Проредите, у вас уже будет молодая морковочка. А дальше пусть она продолжает расти и дальше. Дальше, в начале августа мы собираем с вами чеснок. И у нас освобождаются грядки из-под чеснока. Сразу же, ничего не дожидаясь, я туда высеваю опять салаты, шпинат, рукколу, редиску. Опять вы можете посеять морковку. И морковка, когда она уже взойдет, дальше это холодостойкая культура. То же самое и свеклу я делаю. Она может весь октябрь, даже при низких температурах, дорастает. Конечно, вы не получите вот такую гигантскую морковку, как знаете, перекормленную пестицидами. Но у вас в середине, в конце сентября, в начале октября уже будет молодая зелень, молодая морковочка. Это же просто прекрасно. То есть, морковка, которую вы вырастили, на основной урожай у вас будет храниться. Вы в начале октября собираете вот этот урожай, третий, который вы посеяли после чеснока. И его едите какое-то время. И потом уже в декабре приступаете к тем заготовкам, которые у вас были. Я имею в виду свеклы, морковки, картошки и так далее. Что еще? Мы не выращиваем картофель, потому что едим его очень мало. В основном только для супов, немножко для запекания. В общем, я как-то подсчитала, что за лето мы съедаем примерно 5 килограмм картофеля. Поэтому это незначительно. И мы решили, что нам легче его купить, чем занимать им грядки. Можно вырастить более дорогую культуру. Потому что у грядки, вы знаете, у меня сделаны деревянные из лиственницы. Мы вложили тут достаточно много денег. Поэтому мне рациональнее выращивать дорогие культуры, такие как парей. То есть стоит он дорого, например. Сельдерей тот же. Какие-то пряные культуры, зелень. Тот же самый базилик, например, стоит, ну если пересчитать на цену супермаркета, 2,5 тысячи за килограмм. Поэтому вот такие культуры выращивать намного экономически выгоднее. Но 5 килограмм картошки за даже 80 рублей она у нас стоит. 5,8 это 5,8, 40, 400 рублей за лето потратить не проблема. Но зато мы много выращиваем тыквы. Так же, как и кабачков. Тыква у меня растет в особых грядках. Я уже подготовила их сейчас с осени, чтобы весной не тратить на это время. Это грядки из нетканого материала. О них у меня тоже есть видео, как я готовила. Можно вместо таких грядок использовать бочки. То есть я не удобряю их летом, поскольку делаю компостные грядки. И все лето тыквы сами питаются из этой грядки. Как и под кабачки, я тоже делаю компостную грядку, чтобы меньше удобрять. Это экологически чисто. Это не тратит вашего времени. И растут тыквы просто прекрасно. Из тыквы мы делаем цукаты. Варю кашу, запекаю. Великолепные супы. Можно варить с разным наполнением и просто с семечками. Для тех, кто постится. Тыквенный суп это вообще просто находка. Можно с любой зеленью придать им всякие вкусы. Все картинки о том, как мы собираем, выращиваем этот урожай, вы сейчас увидели в этом видео. Обещала еще рассказать о приемах, которые мне позволяют, так скажем, и заниматься своими делами, и работать, и отдыхать. И при этом собирать и выращивать урожай. В теплице у меня установлен капельный полив жук. Об этом я рассказывала. Тоже у меня есть видео. Который подключен к бочке. И от бочки при помощи таймера, даже когда мы уезжаем в отпуск на море, моя теплица полностью прополивается. Она может поливаться отдельно огурцы. Можно таймер устанавливать отдельно на томаты и перцы. Если нужно подробнее, либо задавайте вопросы, либо найдите у меня видео про капельный полив жук. Мы показывали с мужем, как мы его монтируем, раскладываем и так далее. Форточки. И у меня в этой теплице, теплица, между прочим, 3 на 8. В этой теплице у меня две форточки. И одна вон там в торце. И одна дверь. Соответственно, дверь у меня не на автооткрывании. Просто мы ее сами открываем. А вот форточки у меня на автоматическом открывании. Дуся сам называется. Они работают там какие-то масляные расширители. И вы подкручиваете, когда вам нужно. Вот посмотрите, вот такая температура вам достаточно. Подкрутили, все. Это вот при достижении более высокой температуры форточка начинает выталкиваться и открываться автоматически. Это тоже позволяет вам не находиться постоянно в видимости этой теплицы, а куда-то уезжать, приезжать и так далее. Ну и даже утром, мы иногда летом встаем, уже форточки все открыты, все прекрасно. Не надо думать об этом. Что касается остального, здесь у меня сделаны высокие грядки, которые значительно снижают необходимость моих трудозатрат. Их легко мульчировать. Я все мульчирую травой. У нас большой газон на нижнем участке сделан. Все мульчирую скошенной травой, горячей. Это полезно. Это прекрасно. Сжигаются все сорняки. Клубника у меня замульчирована либо опилками, либо хвойным опадом. У нас сосны вот здесь вот рядом. Что еще? Ну, грядки на улице я поливаю сама шлангом, если есть в этом необходимость. Но мульчирование намного снижает необходимость в поливах. И вы можете спокойно полить все хорошо, уехать. И 10 дней, если даже у вас засуха, все равно почва будет оставаться более влажная. И также мульча помогает, защищает от перегревов, если жара слишком сильная. По поводу слизней и муравьев писать мне не надо. В видео про грядки я ответила на все эти вопросы, потому что уже в течение двух лет, который я веду канал, мне про слизни и муравьев написали очень много. Не вижу, кратко скажу, не вижу связи между мульчированием и наличием слизней и муравьев. Слизни и муравьи есть у меня на газоне, где ничего не замульчировано. Просто наличие леса предопределяет это. Либо наличие каких-то экологических, не знаю, волн. Короче, нет мульчирования, это зависит. Вот, наверное, вкратце видео более подробное обо всем том, что я сейчас рассказала, вы можете найти на моем канале. О выращивании огурцов в мешках у меня есть отдельное тоже видео, тоже вам его оставлю. О результатах хочу сказать, что долго я сопротивлялась, не могла понять, в чем смысл, стоит ли мучиться, носиться, возиться с мешками для огурцов. Потом, вот не в этом сезоне, а в прошлом сезоне, я сделала один мешок, он у меня стоял вот здесь в теплице, рано посадила туда огурчик. Была не... вот счастлива была просто безмерна. Ухода практически никакого не требуют, при этом огурцы прекрасно растут. И ранний урожай у вас на салат всегда есть, даже для замолосолить. С одного куста, если вы возьмете удачный гибрид, портенокорпический, не требующий опыления, и с пучковым цветением, то огурцов будет просто завалить. Вот с двух кустов этого достаточно. Остальные кусты на заготовке, там еще можете 2-3 посадить, вам будет тоже хватать. Что еще? Если что-то упустила, пожалуйста, спрашивайте, пишите. Тема очень интересная, особенно для людей, которые вот только сейчас думают о том, нужна ли им дача, как все это делать. А еще для людей, у которых есть, знаете, воспоминания детства о том, как они пахали на даче, родители заставляли полоть, таскать, поливать и так далее. У меня, слава богу, не было дачи, поэтому у родителей в моем детстве, поэтому у меня нет таких негативных воспоминаний. Потому что, когда мы начали вот это вот все делать, мне просто муж сказал сразу, что вот это вот копание весной и осенью земли, которое все практикуют дачники опытные. И я говорю, хочу несколько грядок. Он говорит, я копать не буду, сразу тебе говорю, поэтому делай, что хочешь. Я копать тоже не собиралась, потому что мне цены мои руки и моя спина. Начала искать в интернете и нашла вот о природном земледелии, когда ваша земля сама собой восстанавливается. Просто мы ее загружаем, оставляем все растительные остатки. Все сорняки, если даже что-то подпололи, оставляю здесь, ничего не боюсь. Этих сорняков, они не кусаются, нас не съедают, только на этом всем растет больше урожай. И не засыпаю химией, потому что от химии, ну и нам, естественно, плохо, и плохо земле, она теряет свое плодородие. Изучив все это, я поняла, что вот надо мне вот этим заняться и рассказывать людям о том, что огород это не страшно. И еще, не надо сажать много. Вот это, наверное, самое важное правило, которое я хочу до вас донести. Не надо сажать даже 10 огурцов. Вот на семью из 4-х человек, плюс делать заготовки, плюс угостить кого-то, хватит 5-6 растений. Почему? Да, сначала баклажанов я сажала, начала с 15 кустов баклажан, потом 10. Потом я остановилась, что на 6 кустов баклажан хватает вот так. Просто выбирайте более качественные семена. Да, семена бывают разные, и от этого зависит и урожай. Чуть-чуть выберите подороже семена, но у них будет 100% схожесть, и вам не надо будет сажать 15 штук. Потому что за 15 штуками, 15 растениями, вам нужно больше ухаживать, понимаете? Вот с этих 6 баклажан я получаю больше отдачи, больше урожая, чем с 15. Почему? Потому что на 15 у меня не хватало физических сил, у меня не хватало времени, потому что еще нужно работать, потому что еще нужно отдыхать, заниматься детьми. А тебя тут 15 баклажан, которые ждут. Естественно, ты так, где польешь, где не польешь, вот, когда у вас 5-6 баклажан, вы подходите к каждому, вы знаете каждый баклажан. Вы вот уделите ему больше внимания, и он вам даст больше урожая. То же самое с перцами, то же самое с томатами. То есть, чем меньше вы сажаете, тем больше внимания и тем больше заботы вы можете дать вот этому растению. И тогда оно начинает лучше плодоносить, чем когда вы посадите 20 огурцов. Вам надо, представьте, 20 стоять, со шлангом поливать. Естественно, вы пробежали, полили как там, как есть. Плюс, если возникают какие-то заболевания, например, когда нам нужно воспользоваться химическими или какими-то другими средствами, даже биологическими препаратами. На вот эти вот 10, то есть, вы возьмете этого препарата столько же, сколько вы на 5 растений быстро пробежали, потому что это дорого. И получили эффект так себе. То есть, они начинают у вас раньше болеть, меньше плодоносить и так далее. А когда у вас 5 растений, вы ухаживаете, даете ему правильные нормы и дозы биологических препаратов, удобрения, там, полива, еще что-то. Потому что, ну, даже капельный полив. То есть, вам, если у вас так много будет растений, вам нужно 2 теплицы такие сделать, да, чтобы посадить, например, там, 10 этих огурцов. Вам нужно еще одну теплицу, вам нужен еще один капельный полив, еще одни доводчики. Вы их покупать не будете. Естественно, что это все то засохнет, то сгорит, то еще что-то. Вот так вот и все и получается. Поэтому, не бойтесь огорода, выращивайте меньше. У вашей семьи будут всегда свежие овощи. Но еще можно их, конечно, правильно заготавливать. Эти овощи еще будут кормить вас зимой. Вот так вот я кормлю свою семью с огорода. Ну, и еще ягода. О ягоди у меня тоже много видео. У нас своя жимолость собираем по 40 литров. Делаем соки, варенье. Собираем смородины у нас много. Вот сейчас я занимаюсь разведением голубики. У меня получилось на паре кустов. То есть уже хороший урожай начала давать. И я приобрела еще два куста. То есть сейчас у меня 4 куста голубики, которых, думаю, для нашей семьи вполне будет достаточно. Ну, и немножко малинки, которую иногда даже можно собрать пару таких. То есть небольшая у меня грядка, буквально там 6 метров. То есть сколько кустов растет тоже много. Не надо, хватает и на поесть, и на сварить парочку банок варенья. Можно заморозить. И все. Вот так вот. Желаю вам, чтобы вы сделали себе свой огород мечты, свой огород для души, хороших вам урожаев. Оставайтесь со мной. Я обязательно все, о чем я рассказываю, я обязательно буду показывать и в следующем сезоне. Всем пока, всем добра, мира, здоровья.